В Челябинске вновь сообщили о минировании аэропорта. Задержаны оказались сразу несколько рейсов. Кстати, в последнее время слишком часто в воздушной гавани столицы Южного Урала стали появляться проблемы. Тему продолжит корреспондент агентства чрезвычайных новостей. Судя по электронному табло аэропорта, 1 сентября с опозданием вылетели рейсы до Новосибирска, Москвы и Сочи. А приземлиться в положенное время не смогли лайнеры из Симферополя и Нарьянмара. По данным пресс-службы аэропорта поступило сообщение о минировании. Часть рейсов направили на запасной аэродром в Екатеринбург. И, кстати, накануне уже сообщали о минировании в аэропорту. Тогда был задержан рейс в Москву. Бомбы в результате проверок никакой не нашли. Еще раньше десятки человек застряли в Челябинском аэропорту. Как сообщали очевидцы, сломалось освещение взлетно-посадочной полосы. Пять рейсов оказались парализованы. Об этом сообщили в справочной аэропорта. Пассажиры из других регионов тоже прилетели на Южный Урал с опозданием. По словам людей в Челябинском аэропорту, задержка рейсов была больше пяти часов. Все самолеты отправляли в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на взлетной полосе произошел сбой в работе светосигнального оборудования. Поэтому самолеты не смогли ни принять, ни отправить. Свою проверку начала транспортная прокуратура. По предварительным данным, ЧП произошло из-за реконструкции международного терминала. Рабочие повредили основной силовой кабель. И вот в ходе проверки транспортная прокуратура оценит как сам аэропорт, так и подрядчика, как он соблюдал требования безопасности, а также выяснит обстоятельства поломки взлетно-посадочной полосы. А в воскресенье рейс из Москвы совершил жесткую посадку. Как сообщили пассажиры, первый раз приземлиться самолету не удалось. После еще одного круга лайнер все же совершил посадку. Причиной всему стал сильный ветер.